Девушки отдыхают В новости руководителя обл. избиркома Максим Финченко сообщил, что официальное подведение итогов выборов состоится 14 сентября, то есть после завтра. Как, собственно, просил Центральная избирательная комиссия России, попросила Памфилова всех раньше среды выборы итоги не подводить, чтобы успеть обработать все жалобы. То есть пока мы вот говорим, мы пока еще говорим о предварительном итоге, но вряд ли тут что-то кардинально изменится, понятное дело. И также сообщил Финченко о том, что в ходе выборов поступило 11 письменных жалоб о нарушениях, ни одна из них не подтвердилась. Что, в общем-то, говорит о том, что в целом выборы в Кировской области прошли в рамках закона. Корректно, как я сказал. Корректно в рамках закона. Вновь избранный в Рио, скажем так. С нами на телефонной связи Роман Берестнев, председатель Законодательного собрания Кировской области, секретарь регионального отделения «Единой России». Роман Александрович, приветствуем вас. Добрый день. Да, Роман Александрович, приветствую. Добрый день, Роман Александрович. Здравствуйте, да, у нас возможно сейчас пообщаться в прямом эфире. Как вы оцениваете случившиеся итоги выборов? Все ли действительно было в рамках закона? На ваш взгляд, были ли претензии к организации выборного процесса, возможно, к коллегам из других партий? Пожалуйста, Роман Александрович. У нас претензии высказывают только люди, которые проигрывают в этой ситуации. Претензии у нас, конечно, были, но сейчас я не хотел бы высказывать в адрес других наших оппонентов, которые всю свою кампанию строили только на критике. Я бы хотел сказать и искать слова признательности нашим избирателям, которые поддержали нашу программу развития города. Они поддержали команду Соколова, и они, в общем-то, доказали, что город имеет право на нормальную работу, где дела будут в основе своей, и где развитие будет основным вектором направления нашего любимого города. Вы сегодня с утра, насколько мы понимаем, встречались уже с коллегами, в том числе с Александром Валентиновичем Соколовым. Как настроение, ощущение победы есть? Настроение рабочее. Мы сегодня уже планируем дальнейшую работу на ближайшую перспективу. Сейчас мы говорили о, конечно, формировании контура городской думы, и я думаю, что это будет очень работоспособная команда, которая будет двигать наш город по пути развития. На самом деле, об этом я уже и сказал. Поэтому вот вектор именно такой, рабочий. Здесь праздновать некогда, надо работать, надо двигаться для того, чтобы у нас было больше хороших и добрых дел для нашего города. Роман Саныч, ага, вот число такое, у меня прям табличка такая, число 23 мандата у Единой России в городской думе. Это больше, чем вы ожидали или меньше? Мы ожиданиями не живем, мы живем конкретным результатом, конкретной борьбой. Конечно, там, видите, разрывы по округам, где мы проиграли, там они очень небольшие, поэтому мы на самом деле рассчитывали на максимальное количество округов. Борьба велась в каждом избирательном округе. Ну, где-то нам чего-то не удалось, как бы, эти вопросы решить. Но пусть доказывают те, кто эти округа выиграл, и доказывают как раз, чтобы их обещания перед избирателями, они исполнялись. И это здесь, я уверен, что мы здесь на одном пути с теми, кто готов работать в этом направлении. Еще просто вопрос про арифметику. Люблю арифметику, но, Володь. Явка неотносительно высокая, 24%, они смущают вас? Николай, ну, что смущаться, собственно говоря, явки. Вы посмотрите предыдущие выборы. У нас где такая явка была? Мы всегда были на уровне до 20 или в районе 20. То 24%. С моей точки зрения, как бы, это нормальная, как бы, городская явка там, сегодняшнего дня. То есть рассчитывать на то, что там явка будет за 50 в городе, ну, абсолютно, там, наверное, неправильно. Это вот интерес наших граждан к городским выборам, и здесь ничего в этой ситуации не сделаешь. Они же смотрят и оценивают, как бы, там, да, многие, конечно, высказывали там позицию, что там вот этой грязи достаточно много, и поэтому мы, вроде, не хотим участвовать в голосовании. Поэтому, ну, на самом деле, как бы, есть эта позиция, но, с другой стороны, самый правильный избиратель, который не замечает, какая власть у него есть, потому что его власть это устраивает, и он может, в общем и целом, позволить себе не ходить на избирательную часть. Роман Александрович, еще один вопрос. В ближайшее время, возможно, будет встреча с общественностью, пресс-конференция какая-то большая, где еще раз будут озвучены вот те планы по развитию, как вы сказали, города, области, команды «Единой России». Вот каким-то образом закрепить эти все эти планы. Мы сейчас эту программу готовим, но она, в общем и целом, если брать развитие города, выльется в план мероприятий, посвященных 650-летию города Кирова. То есть у нас сейчас эта дата, как бы, является ключевой с точки зрения направлений и каких-то таких, ну, знаковых тем, которые, ну, в городе будут развиваться в ближайшей перспективе. Поэтому вот эта история с 650-летием будет вот как раз таким, ну, основой, на которой будут строиться дела «Единой России» в городе. Спасибо. Поэтому мы в этой ситуации не закрываемся и не говорим о том, что мы единственная партия, которая там экзурсирует проведение этого юбилея. Мы в его комитете, вы видите, там включены представители различных политических партий. Мы здесь хотим советы со всеми, и самое главное, с нашими гражданами, для того, чтобы этот юбилей был такой хорошей отправной точкой для дальнейших хороших, добрых дел для нашего любимого города. Благодарим, благодарим за комментарии. Роман Береснев был с нами на связи, председатель законодательного собрания Кировской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия». Напоминаем, что «Единая Россия» и ее представители на состоявшихся выборах Кировской городской думы получили 23 мандата. Ну вот я где-то тут вижу в СМИ 22, где-то мандаты упоминаются, я уж не знаю, почему. Ну пока вот, есть там, понимаешь, до определенного часа утреннего были вопросы по одному из округов, поэтому как бы вот, а сейчас уже вот ЦИК посчитал сам, ну не ЦИК, а наш, и Аблазбереком посчитал сам, вот это данные же от них. Получается, что 23 мандата. Ну и, видимо, в течение сентября, до конца сентября, нас ждет традиционная процедура сложения полномочий текущего созыва, да, депутатов городской думы. Там сейчас, насколько я понимаю, определенное время уйдет на то, чтобы партии определились со своим представительством списочным, то есть мы должны же вот эти, дослать информацию избирком. По персоналиям непосредственно пройдет. После этого уже будет решение избиркома окончательное, и после этого уже будет сложение, по-моему, полномочий вообще в октябре планируется. Там в октябре они складывают полномочия, когда собирается первое заседание следующей думы. По-моему, так. Я могу путать, но, по-моему, так это было. И еще один спикер у нас на связи. Это секретарь Кировского городского отделения партии «Единая Россия», депутат Кировской городской думы шестого созыва Александр Челикин. Александр Юрьевич, приветствуем вас. Да, добрый день. Добрый день. Добрый день. Понимаем, что вот этот такой напряженный, нервный очень период, но можно сказать, что он уже позади. Что у вас вызвало, позвольте так вот по-человечески поинтересоваться, такие самые большие эмоции в ходе этих выборов, со знаком «плюс» либо со знаком «минус». Ну, наверное, со знаком «плюс» я скажу, потому что компания была, хоть она была и сложная, но она была достаточно, наверное, с какой-то стороны даже спокойная в части каких-то скандалов, в части черного пиара. Ну, и самое, наверное, что прекрасное в этой истории, что выборы признаны легитимными от оппозиционных партий, от других участников этого процесса. Нет каких-то замечаний, каких-то судебных дел. Конечно, будут споры по некоторым участкам, вот вчера комментарии читал, да, но могу сказать, что все было чисто, прозрачно, понятно, и партия показала прекрасный результат. Я считаю, что это хорошим успехом. 23 мандата партии «Единая Россия» сегодня в Кировской городской думе. Это будет понятная команда профессионалов, понятная команда депутатов, которая еще сможет больше сделать для нашего родного города. Александр Юрьевич, как всегда, у нас вопрос такой, то есть мы понимаем фамилии одномандатников, которые победили, и 9 мандатов пойдут по распределению, по списочной части, да? У вас уже есть какие-то мысли по этому поводу, или это еще все будет решаться потом? Ну, я думаю, мы отдельно с коллегами-депутатами соберемся. Вы же понимаете, мы всегда за профессионализм, да? Вот не надо там участвовать в ЖКХ, если ты, я не знаю, занимаешься пением всю жизнь. Поэтому, я думаю, мы с коллегами соберемся, определимся, кто по какому направлению будет идти, да, учитывая профессиональный опыт, учитывая знания, которые каждый накопил. Ну, я думаю, выберем среди коллег направление, и, соответственно, каждый будет отвечать за эти направления. Ну, там же еще... Я думаю, что, да, ну, будут, конечно, и другие у нас участники. Мы говорим пока внутри нашей партии, да? Вот будут и другие участники. Я думаю, ну, судя по другим участникам, по другим победителям, да, это будет достаточно конструктивная дума, и работоспособная, и я надеюсь, она будет на порядок эффективнее, да, чем прошлый САЗ. Я хотел просто уточнить, вот вы же были в тройке, в партийной, да? Да. То есть, вот вы-то планируете работать в этой думе? Да, планирую, конечно, работать. Потому что вы сами знаете, иногда... Зафиксировать, озвучить это. Да, зафиксировать хотя бы, да, что вот тройка... Да, нет. Сами знаете, все истории бывают там с паровозами, с разными там... То есть, вы планируете идти работать? Нет, ну, конечно, потому что, вы знаете, многое уже сделано, на самом деле. Я вот не с самого начала был, срок там шестого САЗ. Да, да, да. Но многое, да, многое уже сделано, есть понимание, есть понимание в городской власти. И на сегодняшний день прекрасный, я считаю, хозяйственник, исполняет обязанности главы администрации города Кирова. И я думаю, и там тоже команда вот в администрации, надеюсь, поменяется, да? Особенно среднее звено администрации. Порой, где, я знаю, очень многие вопросы, очень многие депутатские запросы, да, они просто там, не знаю, умирают. Застревают, застревают. Да, да, застревают. И надеюсь, что совместные именно работы, конструктивные, мы очень многого добьемся за период работы седьмого созыва. Ну, если позволите, еще немножко про явку бы хотелось поговорить. Вот каждый раз, когда у нас выборы, мы потом начинаем размышлять, рассуждать, а почему же все-таки большинство, да, жителей областного центра у нас в выборах не участвуют. Вот показатель этого года, это 24 с небольшим процента. Явка именно в Кирове. Как вы оцениваете, надо ли стремиться к тому, чтобы поднимать этот показатель? Либо уже смириться и все, вот идти дальше с этим, жить с этим? Ну, вы знаете, надо прежде всего восполнить и вернуть доверие, да, наших избирателей и жителей города. И тогда явка, она сама в себе повысится. Когда просто люди будут видеть не слова, а дела, и добрые дела, они будут понимать, что состав депутатов и состав органов местного самоуправления работает для них. Да, надо учить, ну, учиться, наверное, уже можно, надо уже начинать слышать людей, слушать и слышать кировчан. Много примеров, на самом деле, можно вот привести из прошлого созыва, когда просто там только слова, там, не знаю, там, бумажкой помахать и так далее, а реального ничего не сделать. Я надеюсь, что в этом созыве, мы, говорю, будем конструктивнее общаться с коллегами, правильное и нужное решение для города принимать, вернем доверие кировчан, и люди сами будут в будущей уже выборной кампании ходить на выборках на праздник, и явка, соответственно, будет увеличена. Если вот можем привести там, к примеру, Нововятский район, вот ту часть, 17-18 округа, там явка выше, чем по городу. Вот вы знаете, мы, да, 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 простите, что перебил, просто мы совсем недавно общались тоже в эфире с представителями оппозиции, и они считают, что якобы вот во время встреч с жителями выясняется, что в общем и целом жители Кирова, ну, как-то пессимистично достаточно смотрят в будущей особо такой активности не проявляют. Вы согласитесь с этим утверждением, или вам все-таки как-то повезло с кировчанами, с теми, с кем вы встречались, активности много? Слушайте, ну вот у меня было много активностей на самом деле, потому что коллеги депутаты что-то мне по основной деятельности, да, какие-то там вопросы скидывали, а вот тут помочь, вот здесь, там, обратите внимание. Мы, ну, оперативно тоже отрабатывали с своей стороны, да, ну, у людей есть запрос на то, чтобы их слышали, да, у людей есть запрос на то, чтобы улучшали уровень благоустройства, у людей есть запрос, чтобы у них комфортнее в домах жилось. И мы все свои, даже вот программы, там, могу сказать, там, да, по дугодификации, мы наложили исполнение своей программы на исполнение других программ, там, безопасная городская среда, допустим, вот на это все наложили, чтобы люди испытывали как можно меньше, там, дискомфорта. Можно, там, много говорить. Вы знаете, Киров, Киров вообще, ну, сам по себе такой вот выбранный компаний, ну, такой сложный город, да, очень многое здесь делается незачем, а вопреки, но я надеюсь, что именно своими делами мы покажем людям, что не все на самом деле так плохо, как кажется, да, и вот этот пессимизм, который есть сегодня у людей, там, у некоторой части, да, он превратится в оптимизм. Вот в этом нисколько не сомневаюсь. Александр Юрьевич, еще такой вопрос. Вы вот по своей основной работе, как руководитель двух наших Газпромов местных, да, вам приходится довольно-таки часто общаться с главой региона, вот который также вчера победил с очень хорошим результатом, с Александром Валентиновичем. Как, на Ваш взгляд, вот новый состав Думы и с новым уже губернатором, насколько конструктивно сможет работать? Слушайте, ну, Александр Валентинович недавно работает в регионе, он огромный молодец, что он живет жизнью региона и прислушивается к жителям, да, и очень много хороших, новых, свежих мыслей уже реализовано. И у Александра Валентиновича взгляд, что город должен развиваться, регион должен развиваться. Он огромное внимание уделяет городским проблемам. Если вы следите за оперативными совещаниями, в ежедельном формате, который проходит, то можно увидеть, что один или два вопроса всегда посвящены городу, всегда посвящены жителям города, каким-то там узким моментам, каким-то вопросам по благоустройству. И эти вопросы оперативно решаются городским руководством. Поэтому, я думаю, с таким отношением руководителям региона наш город должен качественно подтянуть все показатели скоростного жизни кировчан. Александр Юрьевич, наверное, последний уже вопрос. Не знаю, может быть, забегаю вперед, но все-таки ведь не надо забывать о том, что одной из первоочередных задач перед депутатами нового созыва городской думы встанет выбор председателя, который у нас носит статус еще и главы города. Вот сейчас у «Единой России» есть понимание по кандидатурам, которые будут предложены на этот пост? Ну, знаете, скажу честно, с коллегами на эту тему не общались. Вот так близко и плотно. Но могу сказать, что это будет достойный человек, который будет именно болеть за город всей душой и полностью отдавать себя городу. Он по-другому просто быть не может. У нас, я считаю, Елена Васильевна хорошо отработала прошлый срок, да, и очень много что сделано для города. Ну, и надеюсь, что новая глава будет только лучше и еще больше сделает. Ну, вот, извините, напрямую спрошу, да, там, у Елены Васильевны есть шансы продолжить работать в той должности, в которой она находится сейчас в рамках шестого созыва городского парламента? Вы знаете, у нас у каждого депутата, который избрался, есть шансы стать главой города. Ну, надо же понимать, у «Единой России», собственно, будет прерогатива, да, в этом вопросе. Да, да, 23 мандата, да. 23 мандата, да. Ключевая роль здесь будет, да. Спасибо, благодарим за этот комментарий. Александр Чиликин, секретарь Кировского городского отделения партии «Единая Россия», депутат Кировской городомы шестого созыва. И, похоже, уже и седьмого. Седьмого созыва был с нами на связи, конечно, будем продолжать общаться. И далее, ну, и ждем наших следующих специалистов, наших экспертов, которые тоже будут говорить с нами по телефону. Что нового? Давайте еще раз напомним. У нас в городском парламенте у нас появятся два представителя партии «Новые люди». Новые люди, да. Вот с Олегом Голиковым, однофамильцем, да, однофамильцем? Однофамильцем, строго однофамильцем, да. Сугубо, да, с Олегом Голиковым, руководителем регионального отделения партии «Новые люди». Мы тоже хотим сейчас пообщаться, да, уже? А так, нам звукорежиссер подсказывает, что проблемы со связью с Олегом Голиком. Ну, давайте будем дальше, собственно, набирать людей, которые участвовали в выборах, которые имеют непосредственное отношение. Новые люди у нас в областном парламенте с прошлого года представлены... Одним. Одним депутатом. Одним депутатом. Это у нас Анастасия Скурихина, да, известный кировский эколог. Ну, вот смотрите, здесь повезло, прям сразу два человека у нас. Как повезло. Они, надо признать, провели очень хорошую избирательную кампанию. Мне она понравилась вот так вот с точки зрения... Вот я наблюдал ее. И, кстати, когда я говорил, что ко мне агитация не доходила, от новых людей она ко мне дошла. Да, то есть им я упрек этого поставить не могу. Давайте пообщаемся с Денисом Прологом, кандидатом в депутат Хировской городской думы седьмого созыва. Денис, вы на связи? Да, добрый день. Добрый день, Денис. Добрый день. Денис отличается умением говорить строго по делу, конкретно, обоснованно. Вот давайте сейчас, Денис, послушаем ваше обоснованное мнение по поводу прошедших уже выборов. Вы столкнулись с какими-то вопиющими фактами, нелицеприятными. Можете поделиться сейчас с нами? Либо все в рамках вполне было? Ну, я считаю, как, наверное, и большинство наблюдателей, которые присутствовали на этих выборах, вопиющих факторов не было. Я знаю только, по-моему, об одном случае подтвержденном, который был указан в средствах массовой информации. Сам я тоже не какие факты и добросовестных агитаций и так далее не выявлял. Поэтому для меня выборы прошли в нормальном русле. Вполне себе достойные результаты показали партии. Безусловно, может быть, кто-то планировал на большее количество одномандатников, например, оппозиции и так далее. Но я думаю, что, в принципе, та агитация, которая была видна за месяц до единого дня голосования, ну, наверное, в принципе, она как раз и выразилась в тех цифрах, которые мы видим на сайте области сберкома. То есть, Денис, вот четыре мандата, которые получит Либерально-демократическая партия, от которой, я насколько помню, вы были в списке, да, в этой партии? Я был по одномандату и по терргруппе в списке. И по терргруппе в списке были. Вот эти четыре мандата вы оцениваете как успех или как неудача? Я считаю, что это точно не неудача, это достаточно достойные показатели, если учесть, что, как я уже говорил, и финансирование в этом году было намного ниже, чем финансирование, например, там, в прошлом году, когда были выборы и областного законодательного собрания в Государственную Думу. То есть, надо понимать, что, в принципе, агитация, я думаю, что была достаточно хорошо отработана, но, тем не менее, наверное, там, есть к чему стремиться, есть к чему подтянуться. Но я напомню, что, по крайней мере, там, пять лет назад одномандатников со стороны ЛДПР не было, и я думаю, что это уже большой прогресс и большой плюс. Ну, вот я смотрю, да, сейчас на сайте Кировской городской думы, собственно, для ЛДПР по количеству депутатов ничего не меняется, тоже четыре представителя этой партии, пока еще в действующем созыве Кировской городской думы. Что касается вас, Денис, персонально вы проходите, становитесь депутатом, получается? Ну, я, наверное, не видел никакую агитационную деятельность, я не выпустил ни одного буклета, соответственно, для меня это даже, наверное, немножечко там, эти выборы оказались удивлением, я занял второе место в своем округе, хотя, как я уже сказал, ни одного буклета с моей стороны не было распространено, ни одного поста агитационного я не написал. То есть я к этим выборам относился равнодушно, потому что, ну, как я уже говорил, я живу сейчас в другом регионе, и, соответственно, если бы я стал депутатом, то, наверное, я бы вернулся, но сколько меня пока ничего не держит в Кировской области, то я и, в принципе, не уделял достаточного времени на агитацию. Плюс у меня здесь много работы, и ездить часто в Киров меня не удается. Ну, понимаем, да, у каждого своя жизненная ситуация, каждый сам, собственно, выстраивает, да, как, собственно, подскажет разум, там, это и другие факторы. И все-таки вот этот седьмой новый созыв Кировской гордумы, насколько будет работоспособен, насколько, не знаю, он будет там местом для дискуссий, конкурентен, либо ничего не изменится по большому счету по сравнению с текущим созывом. С учетом того, что достаточно много новых людей будет в составе городской думы седьмого созыва, я считаю, что все-таки, наверное, работоспособность должна этого созыва улучшиться, по крайней мере, это моя надежда. Неважно, там, лидирующая партия, Единая Россия взяла большинство или все-таки оппозиции, я считаю, что работать должны все депутаты, и все они должны работать на благо города, на благо своих жителей, да, которым они касалии предвыборные обещания. Соответственно, есть депутаты и там от любой партии, которые либо работают, либо не работают. Соответственно, я на протяжении вот этого года там немало высказывал предложений, пожеланий и различных там вариантов улучшения жизни как горожан, так и в плане городского хозяйства. Буквально вот сегодня как раз там исполняющий обязанности главы администрации Вячеслав Николаевич Тимуков услышал о том, что умную остановку необходимо отменить, о которой мы уже несколько месяцев говорим. Как на площадке городской думы была критика в адрес департамента городского хозяйства о том, что она, наверное, не к месту и ни к чему такие траты, тем более в такой сложный там для страны период. Соответственно, наконец-то мы видим, что власть начала слышать. Я думаю, что это отрадно и это хорошие звоночки как раз для всех, кто желает высказаться на благо этого улучшения нашего города. То есть, Денис, я правильно понял, для меня вот это тоже новость. То есть там завяжут с этим строительством? Я вот не знаю, успеем ли сейчас. Я вот чуть позже, да, я вижу этот пост перед собой, Вячеслава Семакова, вот если позволите, может быть, чуть позже озвучу. Просто сейчас внимание Денису хочется еще уделить. И последний вопрос по поводу выборов губернатора. Насколько для вас, Денис, ожидаем вот такой результат? Александр Соколовой почти что 72 процента. Но вот в сравнении с предыдущими губернаторскими выборами у нас Игорь Владимирович Васильев обеждал с результатом 64 процента. А тут мы получили рост. Насколько для вас это ожидаемо? Рост был ожидаем и он был на самом деле оправдан, потому что мы видим все, что тот период времени, что у нас находится Александр Валентинович у власти. Ну, мягко говоря, чиновники наконец-то начали, многие работают, а те, кто не начали, они уже начали покидать свои посты. Соответственно, я думаю, что, по крайней мере, я надеюсь, что работа в этом ключе, она продолжится. Я думаю, что Александр Валентинович сформирует достаточно хорошую работосособную команду, чего ему и желаю. И все-таки, наверное, запал точно не пропадет. А возможно, даже там и какие-то улучшения мы увидим. И все-таки мы поймем, надеюсь, рано или поздно, что чиновники это те же жители города Кирова, и они ездят по тем же дорогам на том же общественном транспорте и все-таки должны заботиться также о нашем городе. Не только там из четырех стен своего кабинета. А некоторые даже на улице никогда не бывали. Денис, простите, да, что перебиваю, просто на рекламу нужно вот нам сейчас уходить, да. Спасибо. Ну, вот на такой позитивной, да, можем сказать, ноте. Давайте сейчас уходим на небольшую рекламную паузу. Денис Пырлок, кандидат в депутаты Кировской городской думы, был с нами на связи. Благодарим за комментарии. И сейчас реклама. Немного, совсем немного остается до завершения нашей передачи. В прямом эфире говорим мы сегодня об итогах выборов в Кировской области, вернее, в Кирове, в первую очередь. Депутаты Кировской городской думы седьмого созыва и губернаторские выборы. То, о чем сейчас мы говорили с Денисом Пырлоком. Да, сегодня утром, нет, ближе к обеду я смотрю по дате выхода этого поста, исполняющий обязанности главой администрации нашего города Вячеслав Семаков сообщил о том, что им было принято решение отменить монтаж так называемой умной остановки на перекрестке улиц Ленина и Герцена. Безумные деньги там. Там 3,7 миллиона, по-моему. Да, по сравнению с другими остановочными павильонами. Вячеслав Николаевич пишет, считаю, что такой дорогостоящий комплекс в единичном экземпляре городу не нужен. Это должен быть комплексный проект для Кирова. Сейчас большое количество остановочных павильонов требует замены или ремонта, где-то их нет вовсе, поэтому считаю правильным перенаправить средства, выделенное на эту умную остановку на обустройство нескольких более простых... Неумных. Неумных. Обычных, но необходимых объектов. Ну вот не так давно мы с представителями городской администрации общались на эту тему остановочных павильонов и звучала, в частности, цифра порядка 300 тысяч рублей на организацию. Такой вот неумной, простой, ну хотя бы с крыши и стенами, чтобы защититься от осадков. Понятно. А здесь 3,7 лимона. Да. Как-то не пропорционально, скажем так. Да. Ну... Хорошая новость. Интересно, да. Хорошая. Любопытно. И еще будем сейчас общаться с действующим депутатом Кировской городской думы шестого созыва и, видимо, победителем выборов. Победителем. В седьмой созыв городского парламента. Юрий Шлеминзон. Юрий Львович, приветствуем вас. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. 4 минуты есть, чтобы пообщаться. Ваши эмоции, ваши соображения по поводу прошедших выборов? Есть ли удовлетворение от того, что, ну вот, все срослось, все получилось? И легко ли оно далось первое место в вашем сложном округе? Да. Округ действительно очень и очень непростой. Ну, результатом я доволен. Отрыв очень хороший у меня. Отрыв, да. Партия тоже получила достаточно высокий третий результат в городе, на этом округе. Поэтому, я думаю, что наша совместная работа удалась. Давайте округ напомним. Да, округ напомним. 14-й округ, вся заречная часть. Заречная часть, да. Непростой округ. Да, 14-й округ. В ходе встречи с избирателями, которые продолжались на протяжении многих недель до последнего времени, да и будут, конечно, продолжаться. Даже лет, будем говорить. С каким настроением вообще сейчас вот жители этой части, с какими предложениями, с какими инициативами выходят? Ну, там есть достаточно острые и сложные проблемы, которые не решались годами и еще не решены. Это строительство школы, есть вопросы по транспорту, по дорогам, которые в твердом покрытии, освещение. Ну, у меня вопросы все понятные, известные. И вот будем решать их. Ну, вот сейчас, Юрий Львович, прям можете какую-то конкретную проблему обозначить? Как-то людей порадовать? Проблема, которая будет решена или решаться в ближайшее время? Ну, я думаю, что вот со школой все же в конце обозначили цифру 28 сентября. Стройка начнется. Я очень надеюсь, что это так произойдет. Это сейчас вопрос номер один у нас. То есть уже более-менее понятно, когда начнется, да? Да. Ну, и в декабре месяце у нас откроется отделение пятой городской больницы на 60-летие комсомола, которым давно говорили и просили жители. Там будут три терапевта принимать. Будет процедурный кабинет, будет пункт выдачи льготных лекарств. Может, УЗИ даже будет там стоять. То есть расширение зоны обслуживания пятой городской больницы. Чего мы давно хотели, добьемся. В общем, люди ждут с нетерпением, когда будут подвижки в этом отношении. Юрий Львович, что касается явки, в очередной раз мы начинаем рассуждать на эту тему. Да, 24% по городу, ну, хотелось бы больше вроде, да? Ну, да, я тоже почему-то рассчитывал, что явка будет выше. Думал, что на уровне 30% все же явка будет. Потому что, когда встречались, разговаривали о дворах, никто и не говорил, что они собираются вообще не посещать выборы. Ну, есть. Вот у меня один у них стал очень низкий результат. этого, который, где находился в 33-й школе, 34-й, извините, 33-й, но не 33-й совершенно верно, не 34-я явка была выше. Это станция Долгушина и окружение там все. Там явка была в районе 15% вообще. Остальные были достаточно много. Ну, вот Порошина была 28% явка. Ну, я хочу обращать внимание, что, конечно, очень влияет, как мне показалось, на явку. Это, по крайней мере, у меня на округе, это очень огромная удаленность от пунктов, где можно голосовать. Ну, представьте, вот из Гнусина в Озеркии. Или взять большую и малую субботику. Но такое расстояние один избирательный участок. В общем, о пешей доступности вообще говорить не приходится, да? О пешей доступности нет, да. Это такой парадокс этого округа. Ну, очень неудобно. Очень неудобно добираться. То есть это километры километров. Это не 500, не 800 метров, как в центральной части города. И это очень... Я думаю, что это очень сильно влияет на посещаемость выборов. Ну, даже взять любой участок. На Боровая 20 и идти от края округа до Боровой 20, это тоже... Ну, да. Не по самой лучшей дороге еще. Да, приятного в этом, наверное, да. Можно понять людей, которые просто не идут. Можно понять людей, да, потому что большущие расстояния. Это неправильно. Хорошо, спасибо большое, Юрий Львович. С победой вас на этих словах. Да. Да. И надеемся на дальнейшее сотрудничество, взаимодействие, безусловно, информационное, в том числе. Юрий Фремензон, депутат Кировской Городумы, действующего созыва и нового созыва, был с нами на связи. Смотрю, на часы нам пора завершать сегодняшнюю беседу. Два часа... Не поговорим с моим однофамильцем, к сожалению. Да, Олега Голикова имеем в виду. Поздравить хотели, да. Река отделения партии «Новые люди», два представителя этой партии у нас впервые появляются в городском парламенте. Но я думаю, что это повод для того, чтобы беседу, разговор устроить в дальнейшем. На этом завершаем передачу. Николай Голиков. Владимир Сметанин. Да, всего доброго. До завтра. До свидания. До свидания.